Мы скучаем, Санни. Пожалуйста, возвращайся. Бро, рад тебя видеть после такого большого перерыва. Рад тебя снова видеть. Я твой подписчик многие годы. С возвращением на канал, Санни Дикари. И с выжесказанным «Как друзья дела?» С вами Санни Дикари, и добро пожаловать в новый выпуск. Огромное спасибо, друзья, за все позитивные комментарии под недавним выпуском. Я был очень приятно удивлен тем, друзья, насколько вы рады, что я в итоге вернулся. Хотя я бы еще это не подтвердил окончательно, но в любом случае это второе видео за эту неделю. И сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме. Всем, кто заинтересован в биткоине, следует внимательно послушать. И в сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о самых сильных аргументах, которые будут против биткоина. Да, вы не ослышались. И хоть я и почти биткоин-максималист, или даже биткоин-максималист. И да, я намерен сохранять объективность. И я хочу рассказать вам, друзья, в этом выпуске, к чему вы должны быть готовы. Так как СНС по биткоину не прекратится. Друзья, те, кто следит за данным каналом довольно продолжительное время, знают, что мы с вами прошли через многое. Биткоин очень волатилен. Биткоин по-прежнему не так распространен. Биткоину до сих пор слабая законодательная база, что делает невозможным институциональным инвесторам инвестировать. Но мы о этом виде СНС говорить не будем. Сегодня мы поговорим о потреблении электричества сетью биткоина. Да, эта необходимость абсолютно нужна. Proof of Stake не обеспечит такой же безопасности, которую обеспечивает Proof of Work. Так что нам необходимо сжигать электричество для обеспечения безопасности сети биткоина. И сегодня в этом выпуске мы с вами поговорим, почему это, возможно, не будет большой проблемой в будущем, но почему медиа, а особенно критики биткоина, будут использовать этот аргумент в будущем, даже еще в большей степени, чем они это делают сейчас. Лично я считаю, что это будет, наверное, самый большой и, вероятно, единственный СНС в адрес биткоина в ближайшем будущем. Если ты хочешь узнать, почему, то тебе определенно стоит слушать внимательно этот выпуск, потому что то, о чем я собираюсь рассказать, в нем будет очень интересным. А некоторая информация, о которой я буду говорить сегодня, вероятно, ранее вам была неизвестна. Если, друзья, вам нравится этот контент, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и не забыть нажать колокольчик, если хотите получать уведомления, как только я заливаю новое видео, или даже когда я буду выходить в прямые эфиры. Так что давайте начнем. Я знаю, что есть люди, которые считают, что изменение климата является просто лишь разводом. Это всего лишь действие пиара, но, к сожалению, это не так. Я читал, что из 12 тысяч исследований, 11 тысяч 500 из них подтверждают, что действие человека негативно влияет на ситуацию в климате. Так что люди ответственны за изменение климата. Конечно же, если мы окунемся в историю этой планеты, например, тысячу или десять тысяч лет назад, или даже миллион лет назад, то увидим, что климат меняется естественным образом. Но повторюсь, что из 12 тысяч исследований, 11 тысяч 500, говорят, что люди негативно влияют на климат, и эти изменения происходят все быстрее. Даже если мы с вами спросим искусственный интеллект, является ли изменение климата от парниковых газов настоящим, ответ будет, да, изменение климата из-за парниковых газов является обоснованным научным фактом. Парниковые газы, такие как СО2, метан и оксид азота, удерживают тепло в атмосфере Земли и влияют на увеличение тепла планеты. И я уверен, что все мы с вами можем согласиться, что наша промышленность, наши машины, сжигающие ископаемое топливо, а также производство, особенно производство мяса, имеют очень большие выбросы СО2, то есть диоксид углерода. И одной из причин, почему я поднимаю эту тему к обсуждению, является статья в Нью-Йорк Таймс, которая вышла несколько недель назад. Она запустила процесс обсуждения относительно биткоина и о том, какое количество возобновляемой энергии на самом деле используется при майнинге, производстве биткоина, поэтому я хочу к этому снова вернуться. В этой статье они сравнивают расходы электричества биткоином с обычными домохозяйствами и приходят к выводу, что электричество становится все более дорогим для жителей Техаса из-за майнинга биткоина. Они также говорят о выбросе СО2, после чего Riot выпустил очень странное видео, введя ответы на эту статью Нью-Йорк Таймс, в котором парнишка ходит с инструментом измерения уровня СО2 и говорит, что на самом деле биткоин не делает никакие выбросы СО2. Но это не то на самом деле, о чем мы хотим поговорить. Мы все знаем, что электрокары, а также майнинг биткоина, то есть сами по себе эти устройства, не делают никакие выбросы СО2. Но проблема в том, что по мере того, как мы сжигаем ископаемое топливо для производства электричества, чтобы ездили электрокары и чтобы майнился биткоин, то у нас здесь остается в какой-то степени проблема, где мы ускоряем изменение климата. И вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. В конечном итоге, идеологический вопрос в том, что это трата электричества или это необходимость. И в этом видео, да, вы увидите на этот ответ, и я вам все объясню. Но перед тем, как мы с вами поговорим о слоне в комнате и что из себя представляет наибольшая проблема или наибольший аргумент против биткоина в будущем, мы поговорим о ситуации сейчас. Так как Китай запретил майнинг биткоина внутри страны, очень многие майнеры переместились из Китая в Соединенные Штаты, или Казахстан, или другие места. Но особенно в США, похоже, что складывается ситуация, или уже сложилось, что они стали хабом для майнинга биткоина. Особенно Техас со своей электросетью. Давайте посмотрим на электросети Техаса. В итоге мы придем к моменту, где я объясню вам, почему биткоин на самом деле может помочь в развитии возобновляемых источников энергии. Но давайте посмотрим на текущую ситуацию. Электросети Техаса, где в настоящий момент майнеры биткоина активно присутствуют, что ж, до сих пор это электричество в большинстве получается из ископаемого топлива. Перед нами график по 2021 году, но до сих пор ситуация особо лучше не стала. Итак, по состоянию на конец 2021 года, из всего произведенного электричества в Техасе, 42% было получено из природного газа. Эти газы сжигаются, так что мы получаем выбросы СО2. И, конечно, другие газы. 24% получено из ветра. Это отлично. 19% из угля, который тоже сжигается, чтобы крутились турбины и производили электричество. В итоге у нас и здесь образуются выбросы СО2. А также другие газы. То есть, как вы видите, мы получаем уже 61% где используется ископаемое топливо для производства электрической энергии. Далее у нас есть 10% атомной энергии. Это отдельный вопрос. Далее 4% солнечной энергии и 0.2% другие источники. И уже сейчас мы с вами можем сказать, что примерно три четверти электричества получаются не из возобновляемых источников. Поэтому все эти утверждения о том, что майнинг биткоина получает энергию в основном из возобновляемых источников энергии, достаточно неверны, как мы с вами видим. В будущем ситуация может поменяться. Но по мере как это сейчас, то нет. Майнинг биткоина в основном получает энергию за счет сжигания ископаемого топлива, что ускоряет изменение климата. Это факт. Но почему многие люди говорят, что биткоин может помочь в ускорении развития возобновляемых источников энергии? Что ж, это все довольно просто и может быть легко объяснено на примере энергосистемы Техаса. В пассе Y у нас с вами есть энергия, а в пассе X у нас с вами идет время. Давайте представим, что эта белая линия представляет все энергопотребление в энергосистеме Техаса. А, скажем, красная линия – это та энергия, которая на самом деле производится. Причина, по которой она колеблется, довольно проста. Особенно с возобновляемыми источниками мы понимаем, что у нас не всегда есть ветер. И когда ветер есть, то мы используем эту энергию как можно быстрее. Так как я вам могу сказать, что работал в проекте в этом году в Швейцарии. И поверьте мне, что сохранение энергии, особенно из возобновляемых источников энергии, является большой проблемой. Так что лучший способ – это использование энергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии, прямо сразу. И здесь подключаются майнеры биткоина и могут помочь в балансировании энергосистемы. Но как это работает? Что ж, давайте объясню. У нас есть белая линия – это потребление, а красная линия – это производство. Скажем, у нас образовался избыток электроэнергии, так что мы просто включаем майнинг биткоина в этом месте. Все домохозяйства, все промышленные производства, все потребители нуждаются в большей энергии, чем производятся. Что ж, майнеры биткоина здесь нам могут также помочь, так как они могут просто взять и отключить свой майнинг. Многие об этом не знают, но на самом деле существуют специальные договорные отношения, особенно если майнеры находятся в энергосистеме Техаса, по которым ты получаешь обратные выплаты, если ты выключаешь майнинг, то есть если ты не используешь электричество, ты получаешь деньги обратно, свои потраченные деньги или даже больше. И цель этого – именно для балансировки этого графика. Ясно? Это решение является очень замечательным. Это то, что позволяет сделать источники возобновляемой энергии более эффективными. Нет ни одного аргумента против этого решения. Есть лишь аргумент в том, что если майнеров биткоина не будет, если бы биткоина не было, мы могли бы использовать эту возобновляемую энергию для чего-то еще. И если мы с вами посмотрим на только количество, которое необходимо, и то количество, которое произведено, то лучше бы этих источников просто бы не было. Нам было бы лучше их не использовать, говоря технически, если бы биткоина не существовало. Но к идеологическому заключению мы придем в конце этого видео. Пока сейчас это лишь просто факты. Просто повторюсь, если бы биткоина не существовало, то эти излишки возобновляемой энергии мы бы просто могли использовать на что-то еще. Но в настоящий момент биткоин не является большой проблемой для глобального энергопотребления, так как мы говорим о менее чем об одном проценте. Но, и это для биткоин-максималистов, послушайте внимательно. В будущем это определенно изменится. И как сильно поменяется, что сейчас сказать нельзя. Но то, что мы можем сказать сейчас, так это то, что затраты на потребление электричества на майнинг биткоина значительно выросли за последние пару лет, потому что цены выросли. Далее. Многие из вас, друзья, знают эту дробь. Совершенно все разделенное на 21 миллион. Потому что когда биткоин воспринимается как мировая резервная валюта, когда все на этой планете измеряется в биткоинах, это также момент, когда биткоин становится расчетной единицей. Кстати, еще есть интересный твит от Макс Кайзера с 2019 года, с которым многие биткоин-максималисты согласятся. Об этом также говорил Майкл Сейлор в своих интервью. У биткоина нет потолка, потому что у фиата нет пола. И я думаю, что мы все с этим согласны. Цена биткоина достигнет 100 тысяч долларов. Может быть, 500 тысяч долларов через пару лет. А может быть, даже до миллиона долларов. Если мы сравним биткоин с другими валютами, например, аргентинским песо, или венесуэльским боливаром, или с турецкой лирой, то действительно увидим, что, похоже, у биткоина нет потолка, так у фиата нет пола. Но проблема заключается в том, и если вы помните, мы много раз смотрели на эти графики, а это интересный график от Glassnode, на котором мы ясно видим, что хешрейт биткоина имеет корреляцию с ценой. И сейчас мы с вами находимся всего лишь на уровне в 30 тысяч долларов. Но как вы думаете, где окажется итоговая хешрейт и, соответственно, потребление энергии для того, чтобы майнить биткоин при цене в 100 тысяч долларов, или 1 миллион долларов? Вы правы. Определенно этот уровень будет выше, чем 1% от всего глобального потребления электроэнергии. Может быть, уровень поднимется до 10%, 20%, 20%, 30%, может быть, даже 50%. Кто-то скажет, да, все в порядке, каким бы он ни был. Ладно. И, если честно, я один из таких. А теперь мы с вами подходим к идеологической части этого видео. Вопрос, который вы должны себе задать, следующий. Стоит ли инвестировать всю эту энергию, все это электричество в справедливую денежную систему, в честные деньги, в децентрализованные справедливые деньги? Я отвечаю на этот вопрос, да. Но каков ответ для вас? Стоит ли использовать в какой-то момент, может быть, через 10, 20, 30 лет, 30 или 40% от всего глобального энергопотребления на майнинг биткоина? Это ОК или не ОК? Но что я вам могу определенно сказать, и я думаю, что все мы с этим можем согласиться. Те люди, кто против биткоина, или те люди, которые не понимают биткоин, всегда будут распринимать на эту тему SNS. Они всегда будут говорить, что биткоин вызывает кипяток в океане, он сжигает планету. А что это не делает? Повторюсь, по моему личному мнению, мы должны инвестировать эту энергию, и мы должны сокращать наше энергопотребление в чем-то еще, возможно, в новогодних огоньках, или в фэнах, но не в биткоине, на мой личный взгляд. А что вы думаете на эту тему? Напишите мне в комментариях под видео. Итак, подведем итоги. Да, изменение климата реально. Да, сжигание ископаемого топлива вызывает выбросы СО2, что нагревает планету. Да, потребление энергии, потребление электричества сетью биткоина будет расти, по мере того, как цена будет расти. И для достижения уровня глобальной резервной валюты цена биткоина должна будет вырасти, и как следствие потребление электричества также вырастет. Да, вы можете сказать, что машины становятся более эффективными. Да, но их эффективность также увеличилась за последние годы, при этом потребление электроэнергии также росло. Да, мы все еще находимся ниже 1%, но повторюсь, что в какой-то момент, если цена начнет расти, будет больше и майнеров, так как в любом месте, где есть профит, будут и майнеры. Так что может быть в какой-то момент в будущем 20-10%, 30% всего электропотребления глобально будет уходить на биткоин. И повторюсь, это идеологический вопрос. Мы хотим это инвестировать в честные деньги? На мой взгляд, да, абсолютно. Нет в настоящий момент ничего более важного, чем справедливая денежная система. И биткоин это может обеспечить. Но повторюсь, для всех скептиков, для всех тех, кто не понимает биткоин, или для тех, кто понимает биткоин, но по-прежнему против него, для тех, кто по-прежнему считает, что с нашей финансовой денежной системой все в порядке, что ж, эти люди всегда будут распространять СНС в адрес биткоина. И в будущем эта ситуация будет только лишь усиливаться. Но давайте вернемся к началу видео. Недостаток регулирования. Что ж, ситуация улучшается, верно? Молатильность. Что ж, она тоже улучшается. Распространение. Что ж, оно тоже улучшается. Но потребление электроэнергии. Что ж, для распространяющих СНС ситуация ухудшается. Но, друзья, мы с вами подошли к завершению этого видео. Спасибо большое за ваш просмотр. И особенно огромное спасибо за потрясающие комментарии. И, конечно же, если вам понравился этот контент, не забудьте подписаться и поставить под видео лайк. И надеюсь всех вас увидеть в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok